МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В районе по наблюдениям специалистов самое большое количество солнечных дней и самый длинный день. Когда исследовали вот в эту территорию и так далее, то такой пример, что сегодня в Брагинский район световой день больше на 23 минуты, чем в Гомеле. И даже парадоксально, что 20 километров находится Хойники, нас город Хойники, 20 километров от Брагина. И на 9 минут тоже разница. До этого мы не знали, конечно. Но это тоже такой факт очень-очень интересный. Такой козырный факт, щедро подаренный природой, и лег в основу новых инвестиционных проектов. Этим летом рядом с деревней Соболи Брагинского района ввели в строй две солнечные электростанции – Брагин-1 и Брагин-2. Местный житель Петр Константинович Романюк, который не покинул свою малую родину во время отселения в 1986 году, с гордостью говорит о том, что Брагинская солнечная электростанция вполне может стать визитной карточкой района и ярким примером альтернативного освоения пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы районов. До катастрофы на Чернобыльской атомной станции это были земли колхоза «Путь коммунизма». Одни из богатейших земель в нашем районе, где бал пашни доходил до 60, и поэтому в связи с этой катастрофой Чернобыльской АЭС населенный пункт был отселен. И вот на этом месте, где мы сейчас находимся, был обыкновенный мехдвор. Были сараи, содержался скот. Сегодня появился инвестор, и вот мы предоставили эти земли инвестору, который разработал все это, захоронил и построил эту прекрасную станцию, которая выработает альтернативную электроэнергию, которая сегодня может обеспечивать 4 района нашей области свободно. Первый раз ехали по навигатору, а потом уже, когда раз в 50 пришлось в Минск-Брагин покататься, уже знаем пути, как быстрее доехать. Можно через Мозырь, можно через Речицу, можно через Гумель по новой дороге. Когда мы набираем людей сюда вот даже работать, уже Брагин уже как родной. Самую крупную в Беларуси солнечную электростанцию «Брагин-2» построили на 4 месяца раньше запланированного срока. Работали ускоренными темпами, чтобы захватить солнечную активность. Инвест-договор был заключен 29 января, и в феврале месяце мы приступили к разработке этой площадки. Площадка была в состоянии не очень приглядное, 30 лет здесь не ступала нога человека после отселения людей. Поэтому где-то месяца два мы занимались здесь чисто раскорчевкой. Убирали деревья, захоранивали. Смонтировали 85 тысяч солнечных панелей, провели почти 800 километров кабеля. Возвели высоковольтную линию электропередач протяженностью 4,5 километра с 22 опорами и трансформатором, которая позволяет соединить солнечную электростанцию с подстанцией «Брагин». Условно для наших технических целей парк разбит на 8 квадратов, так называемые захватки. Каждый квадрат оканчивается трансформаторной подстанцией. Их здесь, соответственно, тоже 10 подстанций, которые по специальным кабель-каналам, которые проложены слева и справа от дороги, они выходят на центральную трансформаторную подстанцию, которая находится при въезде. Значит, здесь уложено порядка 800 километров кабеля. Масштабы Брагинского парка впечатляют. Его площадь свыше 41 гектара. Это практически 60 футбольных полей. Номинальная мощность также достигает рекордных для белорусских фотоэлектростанций 18,5 мегаватт. По мнению специалистов, этого достаточно для работы всей вечерней подсветки Минска. Значимый проект. Во-первых, уникален тем, что мы используем территорию, которая непригодна для других целей. Во-вторых, технология, если посмотреть даже те же самые панели, те же самые трансформаторы, которые здесь используются, те же самые, допустим, транспортные каналы связи, я думаю, что для Беларуси это какое-то ноу-хау получается. Объем инвестиций составил 24 миллиона евро. Вместо запланированных 18 миллионов созданы дополнительные рабочие места. Иван Романенко, кстати, из местных. Узнав о строительстве такого важного объекта на его родине, как Солнечный парк, вернулся на Брагинщину из столицы. Мы находимся в общеподстанционном пульте управления, где мы можем проследить по данной мнимосхеме весь Солнечный парк, все его ошибки, тревоги и события, которые записываются на данный компьютер. Также мы можем оследить генерацию данного парка, все показатели. Парк находится в режиме нормальной работы. Мощность составляет 14 мегаватт. Это выше среднего. С момента открытия Солнечного парка, парк сгенерировал порядка 4,5 миллионов киловатт, что способно обеспечить данный район порядка полугода электроэнергией. Как маленький ручеек, электроэнергия солнечного происхождения вливается в общереспубликанскую сеть и распределяется между потребителями. Таким образом, Солнечная электростанция повысит энергетическую безопасность страны, снизив ее зависимость от углеводородного сырья. К примеру, каждый час работы парка позволит нашей стране отказаться от 7 тысяч кубометров природного газа. А это сотни тысяч сэкономленных средств. В Беларуси уделяется много внимания развитию так называемой «зеленой энергии», которую получают из источников окружающей среды. Эта актуальная тема неоднократно поднималась на Гомельском международном экономическом форуме, который и стал стартовой площадкой для многих инвесторов. Среди них компания «Соларпарк». При поддержке Гомельского облсполкома о белорусской компании с иностранными инвестициями был выделен участок земли в Брагинском районе для строительства еще одной солнечной электростанции. Проект, который мы уже завершили в Гомельской области, конкретно в Брагине, в Брагине-1, это строительство фотоэлектрической станции. Это является инвестиционным проектом в сфере задач, поставленных президентом по поводу увеличения и улучшения состояния в области возобновленной энергетики. Сегодня этот вопрос очень актуален в плане того, что газ очень дорогой и Белоруссия стремится к самостоятельности и в области обеспечения себя энергетикой. Поэтому очень популярное направление, оно уже давно, это в странах Западной Европы, где Германия на сегодняшний день, которая является локомотивом Европы, уже 37% всей вырабатываемой энергии вырабатывает из изобновляя их источников. Благоприятный климат инвестиционный находится у нас в Белоруссии. Еще раз подчеркиваю, что власть и исполнительная власть идет всегда на встречу, помогает во всех вопросах. Солнечная электростанция Брагин-1 мощностью 4,2 мегаватта успешно введена в эксплуатацию в Брагинском районе буквально в последние дни лета. По словам специалистов, ее мощность может обеспечить электроэнергией район Гомеля или Гомельской области. На сегодняшний день эта станция полностью модернизирована в плане того, что она работает только за счет электроники. Обслуживающий персонал здесь не нужен. Но тем не менее мы создали здесь 10 рабочих мест. И в этом отношении район немного поддержали как в налоговом обложении, так и в социальном плане. Экология в работе фотоэнергетической станции обеспечивает стопроцентность защиты окружающей среды. И поэтому здесь нету небезопасных отходов и нету никаких негативных исключений, которые влияют на здоровье человека. Строительство подобной станции стоит немалых затрат, так как все оборудование импортное. К примеру, стоимость каждой из солнечных панелей, сделанных из особого стекла, исчисляется сотнями евро. По прогнозам, окупаемость проекта может составить 6-7 лет. Как шутят специалисты, все зависит от солнца. В ночное время, конечно, это час такой, что они фактически не работают, потому что отсутствуют благоприятные погодные условия. Ну и зимние – то же самое. Вот сейчас у нас фактически идеальный режим для работы станции, потому что температура воздуха прогрета 25-26 градусов. И, видите, легкий ветерок, который, естественно, путем охлаждает эти панели. И поэтому они работают с полным коэффициентом отдачи. Хотелось бы развиваться конкретно в Гомельской области. Поддержка власти чувствуется в этом вопросе. Да и задача президента стоит о том, чтобы поднимать возобновляемую энергетику, так как это, подчеркиваю, еще раз независимый фактор. Польза от солнечной энергии очевидна. Строительство экологически безопасных электростанций поможет стране получить выгодные киловатты, а также внести весомый вклад в развитие регионов. Для развития района мы прилагаем, конечно, очень много усилий. И сегодня те прогнозные показатели, которые нам доводятся, конечно, мы сегодня выполняем, выполняем с честью. И с той матрицы прогнозных показателей, это 17 показателей мы сегодня выполнили, вот по полугодию даже 15. Ну и благодаря в том числе и солнечной энергетике, это инвестиции. Это инвестиции как для Брайонского района, так и для всей области республики. Это самая дешевая электроэнергия, и ее нужно сегодня строить. И ее сегодня нужно в каждом регионе, в свободных землях, которые пустуют, которые сегодня зарастают и так далее, отдавать сегодня инвестору и сегодня использовать вот для самой дешевой выработки электроэнергии. 18,48 мегаватт – это станция, и у нас вторая станция на 4,5 мегаватта. Это практически мы можем обеспечивать вот этой станцией, как говорят специалисты энергетики, 4 региона области. Это сегодня и Брагин, Хойники, и Лоя, и Пульс Саречицу еще. По тем нормативам потребления, которые сегодня мы имеем. Сегодня в Брагинском районе говорят, что регион переживает свое второе рождение. Многие люди возвращаются домой. Приезжает молодежь. Появилась надежда, что Солнечный парк вдохнет жизнь в возрождение территории, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и станет примером того, как загрязненные земли могут приносить пользу экономике Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова